В эфире информационная программа события. Здравствуйте в студии Айгуль Зиганшина. Листопад с крыши в буквальном смысле случился во дворе дома по улице Красноармейская. Два куска железной кровли упали и повредили припаркованный во дворе автомобиль. Жители считают причиной в халатности подрядчиков, которые недавно делали здесь ремонт. Как снег на голову упала крыша дома на припаркованный во дворе автомобиль. ЧП случилось по адресу Красноармейская, 19. Хорошо, хоть людей во дворе не было, вздыхают жители. Железные листы с крыши сорвало порывом ветра. Как предположили жители, вероятнее всего подрядчики, которые делали ремонт, оставили часть строительных материалов незакрепленными прямо на скатной кровле. Ремонт крыши здесь завершили совсем недавно. В принципе, да, капитальный ремонт привели. Крышу отремонтировали, дом покрасили. Он выглядит неплохо, нормально выглядит изнутри. Ну, что снаружи будет и что будет дальше, я не могу сказать. В данный момент на крыше, если подняться, видно свет. То есть, есть подозрение, что она потечет. То есть, нужно экспертное заключение о том, что либо здесь сделано грамотно, качественно, либо здесь неграмотно и требуется переделка. Как рассказали управляющие компании, ремонт проводила подрядная организация, которая и должна нести ответственность за все работы. Кровли находятся на гарантии. Уже должны выйти специалисты, кто выполнял капитальный ремонт, и устранить повреждения кровли. Мы решили взглянуть на отремонтированную крышу лично. Оказалось, там все еще лежат строительные материалы. Возможно, подрядная организация собирается продолжить ремонт. Правда, заодно им теперь придется решить вопрос с ремонтом пострадавшего автомобиля. Марина Кравцова, Артем Сулайманов. События. Более 60 управляющих компаний области получили право на работу. До конца апреля лицензионная комиссия проверит все организации, обслуживающие дома в регионе. Всего их больше 200. Частным коммунальщикам вручили первые лицензии. Управляющие компании области получают первые лицензии. Они успешно выдержали испытания и прошли проверку на соответствие государственным стандартам. Лицензию номер один получила компания из города Новокуйбышевск. В ее обслуживании порядка 300 домов. Это оказан некий аванс на будущее. И я надеюсь, что мы удержим это первое место. Внимание к качеству работы управляющих компаний теперь намного выше. В дальнейшем именно от активности жителей будет зависеть работа управляющих компаний. Госжилинспекция может лишать лицензии после двух нарушений. По закону, если выдано два предписания, две жалобы государственной жилищной инспекции, и они не исполнены, то управляющая компания лишается обслуживания этого дома. 15% набирается таких домов, которые не получили качественного обслуживания, то лицензия отнимается. Дома управляющих компаний, которые лицензии не получили, без обслуживания не останутся. Собственники жилья должны будут выбрать себе новую управляющую компанию, либо ТСЖ. Жителям этих компаний, которые обслуживают, не стоит беспокоиться. Почему? Потому что в любом случае эти управляющие компании будут обслуживать дома до тех пор, пока сами собственники не выберут новую управляющую компанию, а у них такое время есть. Либо, если они сами этого не сделают, орган местного управления проведет конкурс и назначит им новую управляющую компанию. Я обращаю внимание жителей на то, что на тот период, пока эта управляющая компания работает, деньги платить ей необходимо в полном объеме также. Заседания лицензионной комиссии будут проходить регулярно. Она продолжит контролировать работу организаций, которые получили лицензии, принимать квалификационные экзамены и рассматривать заявления новых управляющих организаций. Лицензирование все управляющие компании области должны пройти до начала мая. Лариса Шлафаст, Станислав Левин, События. Одна из компаний, которая не прошла лицензирование ТВН, задолжала порядка 28 миллионов рублей ресурсоснабжающей организации СУТЭК за предоставление услуг горячего водоснабжения и отопления. Управляющая компания обслуживает порядка 50 многоквартирных домов в Красноглинском районе Самары. Как уверяет ее руководитель, многомиллионная задолженность образовалась из-за жильцов, которые несколько лет не платили по счетам. Но в то же время бороться с неплательщиками управляющей компанией никто не запрещал. Руководителю данной организации вручено требование о предоставлении документов по дебиторской задолженности, о предоставлении бухгалтерского баланса и имущества принадлежащим должнику. Часть имущества в офисе управляющей компании описали пока только на 8 тысяч рублей. Также руководителю вручили предупреждение о том, что если в ближайшее время долг не будет оплачен, правоохранители заведут уголовное дело по статье «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности». Кадровые перестановки в мэрии Самары руководителем Департамента потребительского рынка и услуг города временно означен Матлап Искендеров. Он сохранит свою должность заместителя главы Ленинского района, который занимает с 2010 года, и по совместительству будет возглавлять городской департамент. Новому руководителю поставлена задача не только сохранить, но и нарастить темпы борьбы с незаконными объектами потребительского рынка. Кроме того, покинул свой пост глава администрации Советского района. Владимир Пархоменко освобожден от должности на основании заявления об увольнении по собственному желанию. Такое решение Владимир Пархоменко объяснил семейными обстоятельствами. На этом посту он работал с октября 2010 года. С этого дня район возглавляет заместитель главы администрации района по ЖКХ Евгений Старостин, который временно совмещает обе должности. Тем временем в столице региона продолжается апрельская генеральная уборка. Причем важно не только хорошо убраться, но и следить за соблюдением чистоты. Зачастую там, где убрались ранее, снова возникают несанкционированные свалки. После того, как в Самаре пройдет общегородской субботник, за нарушение правил благоустройства должностных лиц начнут штрафовать. В ближайшие выходные пройдет самый массовый за месяц общегородской субботник. С конца марта, когда стартовала генеральная уборка, уже полностью приведены в порядок и сданы под мойку почти 200 городских улиц. Результаты есть, однако до передышки еще далеко. Зачастую на обранных местах вновь возникают очаги загрязнения. Вызывают нарекания контейнерные площадки, которые управляющий компанией не всегда содержат в надлежащем состоянии. Особенно в тех случаях, когда дома находятся в самоуправлении жильцов, общее содержание территории зачастую не соответствует нормам. Первый заместитель главы администрации Виктор Кудряшов дал поручение обратить на это особое внимание. На этом этапе постоянно контроль за состоянием контейнерных площадок, особенно у нас должен быть максимально жесткий, пристальный просто контроль. После 18 числа мы должны штрафовать, мы уже говорили об этом неоднократно, мы должны штрафовать должностных лиц, председателей ТСЖ «Ижирская». Должны штрафовать за нарушение муниципальных правил благоустройства. В советском районе Самары вопрос с некачественной уборкой территории решили просто. Через день административная комиссия вместе с представителями субподрядных организаций выходит на санитарное патрулирование. Каждый недочет исправляют на месте. Если нарушения сильные, выписывается административный штраф. Уже началась покраска противопешеходных ограждений, производится обработка зеленых насаждений. К предстоящему субботнику практически все готово. Погода, в принципе, позволяет. Эта неделя была положительная температура, и не было практически осадков. Поэтому на сегодняшний день, Виктор Волославович, полностью работа по организации субботника на 18 число проведена. Нашим департаментом полное понимание с администрациями районов, соответственно, со всеми структурными подразделениями администрации города. Ожидается, что в общегородском субботнике, который состоится 18 апреля, примут участие около 100 тысяч самарцев. В этот же день город ждет долгожданный запуск фонтанов. Анастасия Зубарева, Станислав Левин. События. Но многие неравнодушные жители Самары не ждут. Субботника кто-то наводит чистоту в своем дворе, кто-то рядом с организацией, где работает. Самарские школьники подарили порядок во дворе ветерана Великой Отечественной войны. Подмели дорожки, собрали листву, вынесли мусор. Здравствуйте. Мы волонтеры из 144-й школы. И мы пришли вас поздравить с Днем Победы, с великим праздником. Мы хотим пожелать вам крепкого здоровья. Визит волонтеров из 144-й школы стал для Нины Герасимовны Ланченковой приятным сюрпризом. Она из тех, кто ковал Победу в тылу. С 16 лет юная девушка стояла у станка и делала подшипники для танков и самолетов. Сегодня вспоминает. Трудились круглыми сутками. Времени на отдых едва хватало. Ремень падает и падает со станка. Он падал и по ногам мне. Он как снимется, как по ногам холостанет. И все. Я его поднимаю, одеваю на шлейф. Вот. Продолжаем дальше работать. Убраться во дворе ветерана войны – особая честь, говорят ребят. Ученики 144-й школы старательно подметают дорожки и выносят мусор с газонов. Яркая форма и энтузиазм – визитная карточка школьников. Денис Галаев. Субботники и общественные акции предпочитают скучному сидению за партой. Уверен, в коллективе любая работа в радость. Здесь друзья. Мы убираемся. Помогаем ветеранам. Ведь когда-то они нам помогали, без них бы не было и нас. Поэтому это наш долг. Желающих навести во дворе ветеранов марафет оказалось немало. К школьникам охотно присоединились местные жители. Инвентарь был на расхват. Паше чуть меньше двух лет. Пока даже непонятно, он держит метлу или держится за нее. Но мама Паши Мария, глядя на хозяйственного сына, только радуется. Говорит, от субботников одни плюсы. Хочется, чтобы детки бегали, играли. Им было приятно. Весело, полезно для здоровья, фигуры и прочих радостей. Убираться в районе школьники будут до конца месяца. Дворам, где живут ветераны, особое внимание. 18 апреля ребята планируют выйти на общегородской субботник. Алина Чемерис, Павел Пресняков, события. Другим темам не все лекарства одинаково полезны, особенно если продавать их всем подряд и без рецепта врача. В Самаре стартовали рейды общественной организации «Молодая гвардия». По аналогии с уже традиционными контрольными закупками алкогольной продукции, активисты проверяют отпуск в аптеках сильно действующих лекарств и препаратов, находящихся на предметно-количественном учете. Вместе с общественниками в рейд отправилась Анастасия Зубарева. Феназипам – один из сильнейших транквилизаторов, созданных еще в СССР. Сейчас он широко используется в медицине для подготовки к хирургическим операциям и в работе с пациентами, страдающими нервными расстройствами. В сочетании с другими психотропными веществами эффект усиливается в разы. Из аптек такой препарат должен отпускаться строго по рецепту врача. Однако активисты «Молодой гвардии» купили его без малейших проблем. То есть чек у нас имеется, также имеется видеозапись с телефона. Вы знали про это? Что он относится к разряду тех препаратов, которые отпускаются только по рецепту? Ну, я спросила, просто принимали или нет раньше. Ну, мы могли вас обмануть, что мы и сделали. Неграмотность фармацевтов – полбеды. Строжайший законодательный запрет зачастую не соблюдается администрация аптек. Пока активисты оформляли общественный акт, продавец связался по телефону с руководством. Я нигде не подписываюсь. Почему? Потому что у меня заведующий говорит, что акт подписывает. А вы то есть слушаете заведующие, что акт не подписывает, а то, что продаете лекарства? Зато в другой аптеке продать сильнодействующее лекарство активистам отказались. Фармацевт рассказал, при продаже лекарства руководствуются и законом, и внешним видом покупателя. Одно дело, если бабушка там пришла, то видно, что человек там как бы с какими целями принимает эти препараты. А те препараты, которые на предметное количество, мы учёте там по отдельному списку, тут однозначно только прицепты. Такие рейды по аптекам будут проходить регулярно, уверяют молодые активисты. Уж если фармацевты не соблюдают буквы закона, эту задачу возьмут на себя общественники. Люди в основном, они приходят, они пытаются купить эти сильнодействующие препараты, кодейно-содержащие в первую очередь. То есть такая статистика существует. И к нам уже обращаются граждане, которые тоже понимают, что эта проблема сейчас очень сильно нарастает. За продажу сильнодействующих препаратов без рецепта врача административному лицу грозит штраф до 40 тысяч рублей. А вот организация может потерять до 400. Однако цена вопроса здесь гораздо выше. Загубленные жизни тех, кто погряз в наркотической зависимости. Анастасия Зубарева, Максим Гусев, События. С пользой для здоровья предстоящее лето проведут несколько тысяч школьников. В этом году в Самаре откроются 165 детских лагерей. Сейчас идет проверка помещений, где будут находиться дети в период летнего отдыха. Сотрудники МЧС, Роспотребнадзора, полиции, городской администрации подвели предварительные итоги проверки летних лагерей на заседание межведомственной комиссии. Лагеря летнего отдыха готовятся к приему гостей. Планируется, что этим летом отдохнуть в них смогут почти 100 тысяч ребят. Сейчас работа в самом разгаре. Убирают территорию, готовят оборудование, пищеблоки и медпункты. В мае специальные комиссии приступят к проверке помещений, где планируется размещать детей. Как проверили камеру на обработку постельных принадлежностей, как сотрудники прошли медицинский осмотр, все ли имеют личные медицинские книжки с результатами обследования в них. Ну и затем визуальный осмотр и работа технологического и производственного оборудования на пищеблоках. Отдых должен быть не только комфортным, но и безопасным. В течение месяца лагерям предстоит выдержать экзамен перед сотрудниками МЧС. Необходимо выполнять комплекс мер, начиная с содержания территории, заканчивая, конечно, помещениями, организационными вопросами, обучение персонала, содержание подъездов в исправном состоянии для пожарной техники, первичных средств пожаротушения, автоматически комплексы вопросов довольно широк. Этим летом в Самаре откроют в свои двери 165 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием. Отдохнуть в них смогут более 12 тысяч ребят. Также дети отправятся на отдых в оздоровительные центры с круглосуточным пребыванием. 8 тысяч самарских школьников примут участие в краеведческих экспедициях, походах и экскурсиях по родному краю. Дети, которые летом останутся в городе, смогут посещать площадки по месту жительства. Во всех районах города их откроется больше сотни. Также в Самаре все лето будут работать тренеры-общественники. Несмотря на общие трудности, на снижение, в общем-то, уровня бюджета, бюджет, выделенный именно на оздоровительную кампанию в этом году, у нас увеличивался. У нас 189 миллионов, без малого 180, так как в прошлом году у нас было 163 миллиона. Но это и за счет городского бюджета, и за счет бюджета области. Первая смена начнется в лагерях летнего отдыха 1 июня. Лариса Шалафаст, Станислав Левин, События. Воспитанников детских садов учат беречь экологию на примере эксперимента по раздельному сбору мусора. Эта практика в Самаре признана успешной. Сегодня она расширяет географию. Но, как показывает время, развивать экологическую культуру населения нужно именно с юных лет. Пальчиковые, мизинчиковые, таблетки, бочонки. Батарейки – одно из величайших собретений человечества. Современный мир без этих вещиц уже не представить. Для чего нужны батарейки, знает каждый ребенок. Чтобы игрушки работали на батарейках. А у тебя есть игрушки на батарейках? Но пользоваться батарейками нужно с умом. Отслужившие свое нельзя просто выкидывать. Это тоже должен знать каждый ребенок. Потому что они отравляют землю, животных и водичку. Для отработанных батареек есть специальные пункты приема. Но ради одной-двух туда никто не поедет. Так в группе детского сада номер 136 возник экопроект. Все отслужившие батарейки из игрушек складывают в коробку, а потом скопом увозят. Уже более 500 батареек, собранных в нашей группе, не попали на свалку, не были сожжены и не отравили нашу планету. А были переданы в пункты приема. Проект стал победителем в конкурсе добрых дел, который организовал городской департамент благоустройства и экологии. Детсадовцы сначала придумали добрые дела, а потом отразили их в рисунках и отправили в жюри. Со всего города поступило более 80 работ. 10 победило. Эффективность мы почувствуем уже через 10-15 лет, когда люди уже выйдут в юношество, в отрочество. Будет молодежь, у них будет уже какая-то позиция, экологическое сознание на должном уровне. Те же дети, на 100% уверенно, уже не бросят ту же бумажку мимо урны. Конкурс проходит в рамках большой работы, которую проводят городские власти по раздельному сбору мусора и вторичной переработке бытовых отходов, батареек, энергосберегающих ламп. Эксперимент по раздельному сбору мусора принес хорошие результаты. И с этого года практика введена на постоянной основе. В городе установлено 192 специальных контейнера. Ну а экологическую культуру следует развивать не только в дошкольниках, но и в детях старше. Сейчас в Самаре начат эксперимент по сбору макулатуры в школах. Марина Матвеевшина, Алексей Золотенков, События. В этом году в Самаре впервые будут вручены два почетных знака городского округа за воспитание детей и за самоотверженность. Первый будут вручать самарцам, которые воспитывают двух и более детей в возрасте от 14 до 18 лет. Дети при этом должны отличиться в учебе, спорте, науке или творчестве. Награждение приурочат ко Всемирному дню семьи, который отмечают 15 мая. Почетный знак за самоотверженность получат люди, героически проявившие себя в жизни или на работе. Этот знак будут вручать в День России 12 июня. В каждой категории будет не более пяти награжденных в год. Выдвигать претендентов на награду могут общественные организации, трудовые коллективы, Городская дума и администрация. В этом году на вручение знака за воспитание детей подано 13 заявок. Знака за самоотверженность – три. Специальная комиссия рассмотрит каждую кандидатуру и примет решение. Поощрение почетными знаками родителей за формирование у детей желания помогать процветанию нашего города, достойно его представлять. Поощрение жителей за спасение жизни, сохранение здоровья людей. Я считаю, отметить этих людей наш долг перед ними. И у меня на этом пока все. Телефон редакции 202-11-22. Наш сайт samaragis.ru. Читайте нас в Твиттер, скачивайте приложение и смотрите телеканал Samaragis на экранах смартфонов и планшетов. Всего доброго и до встречи. Здравствуйте. Финансовые новости на телеканале Samaragis. Росстат сообщает, что инфляция в России с 7 по 13 апреля составила 0,1%. Годовая инфляция на 13 апреля замедлилась и составила 16,8%. В последний раз годовой показатель сокращался в середине июля 2014 года. Ключевая ставка Центробанка сейчас находится на отметке 14%. В следующий раз Совет директоров регулятора будет обсуждать ДКП на заседании 30 апреля. Сокращение годовой инфляции впервые за долгое время – дополнительный аргумент в пользу снижения ставки. Среднесуточный рост цен с 1 по 13 апреля составил 0,022% и оказался заметно ниже, чем в среднем за апрель 2014 года. Ресурс CBS Money Watch опубликовал исследование, проведенное туристическим сайтом WonderBat. Посетители сайта определяли самую благонадежную авиакомпанию мира. Первое место заняла компания Qatar Airways. На втором месте – авиакомпания Emirates. На третьем месте – China Eastern. Примечательно, что знаменитый европейский авиаперевозчик British Airways лишь на восьмом месте. А люфтвафты – простите, люфтганза – даже в топ-10 не попало. Вероятно, только не очень высокий сервис отодвинул российский аэрофлот на девятнадцатое место. Зато у наших самый молодой флот из 22 авиакомпаний и высокая пунктуальность – 85,5%. Ну, вы поняли, какими авиакомпаниями летать. А на сегодня это все. Хороших выходных. Здравствуйте! С вами Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Самарские каратисты привезли сундук медалей с Кубка страны. Самарские теннисисты на столе взяли весь комплект наград первенства по Волжье. Золотая чайка с серебряным отливом на турнире «Золотая шайба». В Самаре подвели итоги турнира «Золотая шайба». 11 команд боролись за места на пьедестале почета в январе и феврале. В трех возрастных группах – младший, средний и старший. В итоге медальную копилку разыграли старожилы «Самарской золотой шайбы», «Октябрьский Сатурн», «Куйбышевский меридиан» и «Управленческая чайка». На счету пернатых два золота и серебро. Инопланетяне дважды становились вторыми, однажды третьими. У землян две бронзовые и одна золотая медали. На первенстве по Волжье по настольному теннису в личном зачете Зоя Лиджиева выиграла золотую медаль. Повторила успех самарская спортсменка и в паре с Дарьей Киреевой. А в миксте с Максимом Выборновым Лиджиева взяла бронзу. А Максим в личном первенстве принес команде серебро, а в мужском тандеме стал чемпионом. Сборная команда Самарской области по карате не оставила никаких шансов на победу спортсменам из других регионов на Кубке России. Сенсей из Тольятти и Жигулевска серьезно подошли к подготовке бойцов. В итоге с ног шибательный результат. В копилке сборной 29 медалей. 14 золотых, 9 серебряных и 6 бронзовых. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Редактор субтитров А.Семкин